Замполит отдал приказ перекрывать дороги. Подожди, ты, пожалуйста, скажи, где это конкретно происходило? В Харькове на Окружной. В Харькове на Окружной, да? Когда это происходило? 24-го. Хорошо. Вы там находились. Какова была ваша задача? У нас не было задачи. У нас этот полку замполит сам задачи ставил. Я понял. И в тот момент времени на Окружной, да, там находил, кто находился? По какому вы начали стрелять? Там замполит, ну, дорогу начали перекрывать, гражданские, ну, там, строить его в виде бунта, они сказали туда надо, домой нам, на работу некоторым, надо туда-то проехать. Но замполиту это надоело. Он стал стрелять уже по-граждански. И что дальше произошло? Расскажи, пожалуйста. Ну, вот, когда они стреляли, машины разворачивались, они уезжали. Некоторые уже вныкались, впрятались. Потом уже приехали ваши военные. Начали стрелять по нашим. А наши стреляли. Потом, когда наши стреляли, мы спасали с лейтенантом гражданских. Лейтенант это твой непосредственный начальник был или как? Или ты к нему подчинением был? Нет, это начальник, по-моему, был другого взвода. Ты помнишь, как его звали? Леванков Иван Александрович Владимирович. Вы вдвоем приняли решение спасать гражданских. То есть украинских граждан, по которым стреляли ваши? Украинских граждан. Стреляли, отлополковник, полуполковник стрелять по гражданским. После того, как вы подбежали к гражданским, как дальше разворачивались события? Постараюсь вспомнить. Мы этих гражданских прятали за блоками. А что, за гражданских? Ты помнишь, что это было? Была мать ее, дочь. А возраст приблизительно? У матери 51 возраст примерно, а у дочери от 22 до 25. Хорошо, дальше что? Вы подбежали к ним? Лейтенант подбежал, начал их с машины вытаскивать, кричать, давайте сюда. Мы их за блоки положили вместе с нами. Где-то проходят минут 20. Девушки там плакали, но потом через минут 20, там уже подполковник заметил, что мы гражданских с лейтенантом спасаем. Но он удал приказ стрелять по нам с лейтенантом и по ним. Лейтенанту сначала прилетело в каску, она ее не пробила. Потом ему сонную артерию уже. Его они убили. Потом они стреляли в мать уже, в этой дочери. Ну и потом с дочерью начали... Что женщина стала, в которой стреляли? Она тоже с лейтенантом у нее погибла. Дальше что было? Потом мы с дочерью уже начали отходить. Свои же мне по ногам уже начали стрелять. По ногам, то есть по обеим ногам? Да. Если это не гараж, они меня вообще убили тоже, как и лейтенанта с матерью. И с дочкой. Дальше что было? Дальше мы сидели с дочкой за этим гаражом, пока все не стихнет. Ага. Потом все стихло, эта дочка предложила уехать отсюда. И скорую вызвать. Она потом пошла до матери, где с лейтенантом они лежали друг на друге. Забрала ключи, я до машины дополз. Она у нее машину запихала на заднее сидение. Завела машину. Я спросил у детей меньше, она говорит, такси. Но мы все эти бордюры собрали. Где не было стрельбы, отъехали, наверное, на метро в 300-400. Там мне пить захотелось. Я после сознания кого-то ряду. Причнулся уже. Мне пить хотелось. А что это где? Попросил ее в машине. В больнице попить и купить. Она заехала. Подожди. Подожди, успокойся. То есть ты очнулся уже в больнице, правильно? Или ты очнулся в машине? В машине очнулся. Попросил ее попить, правильно? Дальше что? Она возле магазина остановилась, сбегала, покупила. Я попил, вызвала скорую. Потом позвонила своему отцу, там отец ей сказал, чтобы она меня разделала, это, ну, перевязала. Но она перевязать меня не успела, потому что скорая приехала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok